На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Аппараты для приема пластиковой и алюминиевой питьевой тары появляются в Видном. Фантоматы собирают сырье раздельно. Они их сортируют и утрамбовывают. В кинотеатре «Искра» по-прежнему радуют зрителей только самыми важными премьерами, мирового и отечественного проката. В прошлом году приблизительно состоялось около 60 премьер. Расторгуевская библиотека продолжает знакомить своих читателей с интересным творчеством земляков. Хочу показать свое тепло, что в каждой картине практически. Мусор может быть полезным. В Видном постепенно появляются эко-пункты, аппараты для приема пластиковой и алюминиевой питьевой тары. Фантоматы помогают не только беречь природу, но и экономить на походе в продуктовый магазин. На предприятии, где производят умные машины, побывала Юлия Герасимова. Меньше пластика – это не фантастика. В Подмосковье придумали, как бороться с загрязнением окружающей среды. И поставили фантоматы. Специальная аппаратура, которая принимает бутылки, алюминиевые банки и дает им вторую жизнь. Таким образом, вчерашний мусор сможет послужить на благо людей. Замначальника производства Игорь Макшанцев наглядно демонстрирует работу эко-пункта. Выбрал режим, загрузил бутылку, получил чек со скидкой. Тару ходит под пресс, а сознательный гражданин в магазин популярной зеленой сети – использовать полученную скидку. Из алюминиевых банок произведут тару для напитков, столовые приборы или автомобильные детали. Полимеры станут сырьем для производства синтетической ткани, спальных мешков и утеплителей. Умная машина сама распознает тип мусора и одобренный сортирует в отдельные мешки. Фандоматы принимают в данный момент пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Были попытки и есть работающие, которые еще принимают стекло, но серийно мы их сейчас не производим. Фандоматы собирают сырье раздельно, они их сортируют и утрамбовывают для запуска во вторичную переработку. Соответственно, в бак 1100 литров мы считаем, что литровая бутылка на литр для простоты подсчета. Сейчас мы производим серийно три вида фандоматов – это внутренние, уличные малые и уличные большие. Предприятие начало свою работу в ноябре, но уже выпустило более 300 аппаратов для размещения в Подмосковье. На создание одного такого экопункта уходит 2-3 дня. Всего в нашем муниципалитете установлено 17 аппаратов для приема питьевой тары. В основном это школы и спортивные объекты. Важный момент. Аппарат принимает пластиковые бутылки только с этикетками. С помощью штрих-кода фандомат понимает, что получает именно питьевую тару. Ведь только это сырье можно сразу отправить в переработку. В продолжение темы. Фандоматы по приему пластиковой тары появились не только в школах, но и в нескольких точках Видного. Знают ли местные жители, какую функцию они выполняют, выясняла наш корреспондент Екатерина Коваленко. В эфире рубрика «Видновчане об этом». А, это сдавать тару точно. А вы сами когда-нибудь сдавали? Ну конечно, как же. И бутылки пластика принимают, и банки. Будете пользоваться этой услугой? Да, наверное. Наверное, буду. Для дальнейшей переработки же это все нам нужно. Мы собираем, чтобы использовался этот материал в другом назначении. Экономно-экономно. Меньше мусора. Не забивается мусорный провод от этих бутылок. Это нужно дело, как думаете? Обязательно. Почему? А потому что они будут все везде валяться. Надо людей воспитывать, приучать к порядку. Самое главное. Ну, у нас стоит, в принципе, в пригороде лесное такое, но не пользовались сами. А почему? Сложно? Да нет, не сложно. Будете пользоваться? Конечно. Если в шаговой доступности будет, не где-то за километры. Сами пользуетесь? Нет. Будете? Ну, вообще, если будет как бы удобно, это, естественно, почему бы нет. Нужны такие фандоматы, аппараты для вторичной переработки сырья? Я думаю, что да. Потому что людям же надо куда-то девать пластик, железные банки и прочую такую тару, которую можно переработать. Ну, что ж, внести свой, пусть небольшой, но такой важный вклад в экологию может каждый из нас. И, как показал наш опрос, люди готовы это делать. Главное, чтобы это было удобно. И вот, насколько действительно ли это легко сделать, мы сейчас попробуем. У меня в руках бутылка. Она должна быть обязательно пустая, чистая и со штрих-кодом. Именно так аппарат сможет ее распознать. Ну, что ж, пробуем. Нужно положить штрих-кодом вверх. Так. Происходит сейчас подсчет. Вот он. Здесь есть уникальный код, который можно зарегистрировать в личном кабинете на сайте ecopunk.ru В кинотеатре «Искра» по-прежнему радуют зрителей не только самыми важными премьерами мирового и отечественного проката. И в эти дни здесь показывают фильмы, которые можно посмотреть в том числе и всей семьей. Начало года – время подведения итогов. Сделали это и в кинотеатре «Искра». Руководство учреждения отмечает, что популярностью у зрителей в равной мере пользовались и отечественные фильмы, и зарубежные. В прошлом году приблизительно состоялось около 60 премьер. Общее количество людей было более 6 тысяч человек. Практически по статистике было 50 на 50 зарубежного и отечественного кино. Люди ходят на все. В настоящий момент в кинотеатре идут фильмы, которые активно продвигаются в средствах массовой информации. А потому их названия известны потенциальным зрителям. Это комедия «Непослушник», где в главной роли снялся известный актер Виктор Харияк. Мультфильм «Мы монстры» и военно-историческая драма «Мария. Спасти Москву». Посмотреть «Поколение детей» можно «Мы монстры», мультик от студии Дисней. Для молодежи и людям постарше можно и «Непослушник» посмотреть, и также «Мария. Спасти Москву». Кроме того, перед первым сеансом по субботам в фойе кинотеатра «Искра» проходит игровая программа в кино с клоуном Алексом. Прекрасный способ разнообразить досуг детей. Прибавьте к этому демократичные цены, которые ниже, чем в больших кинотеатрах, и получите идеальный рецепт отличного развлечения. Расторгуевская библиотека продолжает знакомить своих читателей с интересным творчеством земляков. Новая выставка «Мое вдохновение» – это 12 пейзажей и натюрмортов, написанных маслом видновской художницей Маргаритой Плякиной. Подробности в репортаже Екатерины Борисовой. Закройщица в ателье, продавец, бухгалтер, фотограф, видновчанка Маргарита Плякина многие годы с завидным упорством искала себя и свое призвание. Как только поняла, что не может жить без творчества, отучилась на фотографа, а шесть лет назад неожиданно взяла в руки кисти и краски. Я начала рисовать, ну в смысле картины, но понимала, что нужно кто-то, чтобы тебе подсказал, как это все сделать, потому что своими мозгами не хватало этого всего образования. Я решила обратно туда же обратиться, где я училась фотографии. Сейчас Маргарита продолжает учиться на факультете изобразительного искусства и из танковой живописи и творить. За это время было написано более 30 картин, не считая учебных работ и зарисовок. 12 из них – пейзажи и натюрморты – можно увидеть на выставке в Расторгуевской библиотеке. Одна из наших читателей рассказала нам о Маргарите Анатольевне. Мы с ней связались, и так родилась эта выставка. И так будет и впредь. Мы ищем таланты. Очень радует то, что мы имеем возможность для наших земляков представить вот этот вот такой вот шанс показать свои творческие способности. Хочу показать свое тепло, что в каждой картине практически. То есть, чтобы люди… Сейчас что у нас? Плохая погода, все в этом коронавирусе, у кого чего не спрашивай. А здесь посмотришь, и, как сказать, улучшится настроение. Вдохновение Маргариты Плякина черпает в творчестве Левитана и красоте русской природы. Много ее работ посвящено родному краю и дорогим сердцу местам. Необыкновенная просто осень была, золотая, просто красоты необыкновенной. Конечно, только Суханова и аллеи Суханова надо было обязательно изобразить. Просто с детства всегда манила Суханова. Это первая персональная выставка художницы. До этого ее произведения украшали сборной экспозицией на российской неделе искусств и стены библиотеки имени Михаила Лермонтова в Москве. Познакомиться с творчеством Маргариты Плякиной в Расторгуевской библиотеке можно до конца марта. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин